Так, сейчас мы немножечко подстроимся, очень рад видеть нас сегодня, почти много. Давайте так, если что-то вдруг не слышно, не расслышали, не поняли, можно в чат написать, я остановлюсь, с удовольствием повторю. Если есть какой-то вопрос, который требует развернутого ответа, каверзный, например, какой-то, вы его тоже пишите, и в конце мы этому внимания обязательно уделим. Вот, а сегодня я буду рассказывать о книгообеспеченности в нашей ЭБС, о том, какая она сейчас, какие задачи закрывает, как с ней работать, ну и ближе к концу, на мой взгляд, самый интересный блог, расскажу, что будет у нас после Нового года и как мы планируем это хозяйство развивать. Вот, немножко забегая вперед, ну как всегда, я немножко забегаю вперед, вот наш план. Ну, расскажу немножечко о задачах, немножечко о том, как вообще туда попасть, да, если кто-то этим сервисом у нас не пользовался, расскажу, как наполнять, обслуживать этот сервис, как он заинтегрирован с остальными сервисами библиотеки, ну и, конечно, о планах, о бурном и, скажем так, неотвратимом развитии. Ну, давайте начнем с самого начала. Так, секундочку. Был у нас когда-то давно сервис книгообеспеченности старый, где-то порядка полтора лет назад он обновился, но мы не стали пугать, скажем так, какими-то изменениями тех, кто привык работать. И ссылочка осталась на прежнем месте. Вот, если вы находитесь в личном кабинете, то вот прямо отсюда в сервис мы и попадаем. Сервис книгообеспеченности у нас по умолчанию доступен для корневых, главных пользователей вуза, да, или организации. Ну, мы говорим о вузах сейчас. Вот, и для специальных типов учетных записей. Ну, бывает такое, что какому-то сотруднику кафедры нужно делегируется, скажем так, управление дисциплинами в нашей ЭБС. Тогда без проблем по запросу на любую учетную запись мы выдаем права. Есть случаи, когда, ну, некоторые вузы просят дать, скажем так, режим просмотра и для студентов. Ну, кому-то по каким-то причинам это требуется. Ну, в принципе, это тоже возможно, и если у вас есть такая необходимость, то студентам без редактирования для обычного просмотра этот сервис тоже может быть доступен по заявочке. Вот, в общем, нажимая на эту ссылку, мы переходим, собственно, в сам сервис. Сервис состоит из нескольких рабочих зон. Ну, по факту, это одна страница, которая разбита на основные рабочие зоны для разных задач. В первую очередь, это, конечно, навигация. То есть, в шапке нашей книгообеспеченности мы можем видеть, опа, пардон, мы можем видеть, ну, навигационную такую линейку, где мы навигируемся, ищем и, в общем-то, как-то ориентируемся по уже заполненным нашим дисциплинам. Во главе угла стоит, конечно, группа. Затем у нас идет, собственно, уровень образования для удобства навигации. Ну, и, собственно, дисциплина. Мы можем скачать, выгрузить к себе все книги, которые участвуют в сервисе для вашей организации. Также мы можем выгрузить списки контента, например, по всей группе. Отдай-ка нам все, что есть. По уровню образования. Например, мы можем выгрузить все книги по бакалавриату внутри группы или внутри направления, ну, или по конкретной дисциплине. Здесь, ну, я надеюсь, что такие говорящие значки, ну, типа вот такие вот, да, нам подскажут. Есть всплывающие подсказки, маркеры, счетчики. Ну, и, в общем-то, нажимая на эти штучки в один раз, достаточно просто понять, да, что это делает. Что кнопочка, какая кнопочка, что делает. Вот, надеюсь, здесь понятно. И мы потихонечку переходим вглубь. Вот, если мы уж начали заниматься наполнением своих направлений, то мы можем выбрать одно из имеющихся направлений или создать свое. Я, кстати, с, ну, разрабатывает сервис, мы, конечно, придерживались ГОСТов, да, есть определенное количество групп, определенное количество направлений, закрепленных там минобром. И, ну, я как-то думал, что, ну, так все и живут. Однако нет, оказалось, что многие клиенты пользуются, ну, во-первых, прислали запросы, а сделайте-ка нам возможность указывать свое направление, ну, не ГОСТовое, да, обусловлено это разными задачами. Причины, наверное, сейчас не важны, но такую возможность мы дали. И, то есть, когда я отсматриваю клиентские направления, то вижу, что добавляют какие-то странные цифры, которых нет в ГОСТе, а многие добавляют и какие-то странные названия формулировки. Ну, и, естественно, раз это делается, значит, это кому-то нужно, и кто-то в этом ориентируется. Поэтому, нажимая вот на этот плюс, мы можем или выбрать направление из списка, или называть, создать и называть как угодно, если вам это нужно. Идем дальше. После того, как мы создали направление, мы можем работать с уровнями образования. Опять же, уровни образования есть, понятно, что исчерпывающий список ГОСТ. Опять же, опираясь на статистику клиентов, я вижу, что создаются уровни образования, о которых я даже не подозревал. Для кого-то это бакалавриат, например, с какой-то секретной аббревиатурой, понятной только в УЗУ, ну, а кто-то вообще называет, как попало, если честно. Но в любом случае уровень образования – это в нашем сервисе один из рубрикаторов, рубрикаторов, которые помогают достаточно быстро и, ну, кратко, скажем так, получить выборку требуемого, требуемого, ох ты ж, в общем, нужного контента. И таким образом мы можем выбрать имеющийся уровень, ну, или создать свой, если это требуется. Давайте пойдем дальше. Теперь мы говорим уже о создании и добавлении дисциплины в наш список. Опять же, история, кстати, очень интересная. То есть мы можем выбрать из списка имеющиеся дисциплины, можем добавить произвольную. То есть когда я, опять же, сравниваю, в принципе, статистику по разным ВУЗам, которые там работают по одному направлению, да, там по одной специальности преподают, у них одни и те же дисциплины могут называться очень даже и по-разному, да, там экономическая теория и там теория экономики, что, в принципе, одно и то же. А бывают дисциплины, которые, ну, я, в принципе, никогда не встречал, но они создаются, наполняются и как-то живут, обслуживаются. Поэтому, да, в каждом из уровней, если мы говорим о дисциплине, о уровне образования, о направлении, есть возможность персонального ввода и создания, ну, каких-то уникальных кластеров, что ли. Окей. Мы выбрали направление, выбрали уровень образования, добавили дисциплину, и все это начинает работать. Давайте посмотрим. После того, как у нас есть какой-то список, у нас есть, ну, такое достаточно простое управление. Если мы понимаем, что направления не так часто появляются, да, в организациях, не так часто уходят. Поэтому здесь достаточно все просто. Если вам не нужно это направление в книгах обеспеченности, мы можем его удалить, и при необходимости, конечно, мы можем выгрузить все, что нам требуется. Ну, как я уже говорил ранее, из уровня и из самого направления. А работа с дисциплинами, это как раз, работа с дисциплинами как раз подразумевает самый богатый функционал. То есть мы, выбрав нужную дисциплину, можем сделать с ней несколько действий. Бывает такое, что происходит какая-то реорганизация, реструктуризация, да, или, ну, там просто приходит новый преподаватель, и у него есть необходимость объединить имеющиеся... Оу, да, давайте я попробую чуть-чуть погромче, но даже не знаю, как это сделать. Ага, секунду. Скажите, если вот так получше, то я буду стараться дальше. Ага, хорошо. Так, и иногда возникает необходимость объединить несколько дисциплин в одну. Ну, для этого, в общем-то, мы выбираем требуемую дисциплину. Да, спасибо, хорошо. И выбираем среди действий, вот здесь, объединить. Таким образом, у нас дисциплины сливаются в одну под выбранным названием, и весь контент из двух или более дисциплин объединяется, спасибо, объединяется в одну новую дисциплину, и весь контент переносится, сохраняя все метки, все издания, ну и все, что требуется. Бывает необходимость переместить дисциплины из одного направления в другой. То есть перемещение подразумевает действие, когда в одном направлении или уровне образования дисциплина пропадает и полностью переезжает в другой. Как бы такая возможность тоже есть. Это все вот у нас среди вот этих действий доступно. Понятно, что есть удаление, если она вам больше не нужна, не хотите больше, ну, нет необходимости больше ее там поддерживать, обслуживать. И, ну да, удаление у нас, собственно, тоже, конечно, предусмотрено. Есть выгрузка и есть простое редактирование. И в редактировании мы говорим о том, что можно ее там просто переименовать. Вот. А, соответственно, идем дальше. Ага. Когда, давайте так, сейчас, один момент. Я, к сожалению, кто-то ко мне в кабинет ломится, но я человека пускать не буду. Давайте с вами дальше. Вот. Когда мы переходим уже к списку контента, тут есть интересная история. Некоторые дисциплины у нас уже по умолчанию наполнены, так называемая экспертная система. Когда мы проработали, эксперты по направлениям отсмотрели, да, отсмотрели контент и, ну, определенного образа эталоны у нас уже подгружены автоматически. Однако есть редкие дисциплины, которые, ну, в силу нашей специализации мы так легко наполнить не можем. Проблема сохраняется, но мы знаем, как ее решить. Об этом я расскажу чуть позже. Вот. А на текущий момент есть несколько действий по разметке имеющегося контента внутри дисциплины. Ага. Таким образом, мы можем, выбрав нужные издания, отметить их, ну, галочками, да, и присвоить им какую-то метку. Например, основная литература, дополнительная и прочее. Ну, для меня было странно, что такое прочее, да, потому что, как бы, ну, вроде и не надо, да, в РПД иметь каких-то прочих книг, но, глядя на то, как работают вузы, я понимаю, что даже эта метка у нас теперь используется. В общем, весь подобранный контент мы можем разметить, сохранить и, как я говорил раньше, при переносе, объединении, редактировании. Ага. Эти все метки сохраняются. Так, давайте еще чуть-чуть покрутим звук. Говорят, что я начал хрипеть. Так, ну, давайте попробуем так. Ага, движемся дальше. Ага. Отметив необходимое издание галочками, мы нажимаем на кнопочку действия. Вот, чуть-чуть я на скрине ее не смог уместить, но, в общем, она имеется. То есть мы можем разметить по типам издания, можем перенести книги из одной дисциплины в другую, можем продублировать книги, перенести ее из одной дисциплины в другую. Ну, можем, естественно, просто отказаться от книг в дисциплине, если они нам более не нужны. Вот. Здесь есть такое интересное поле, как дата доступности. Все мы понимаем, что когда мы добавляем издание в дисциплину, нам важно понимать, а сколько оно там будет доступно. Для этого выводится, ну, вот, собственно, планируемая дата окончания подписки. По большинству издательств, с которыми мы сотрудничаем, эта дата, она на самом деле сдвигается и пролонгируется. То есть уходов контента, ну, вот я сейчас тоже эти цифры смотрю, там, по годам за ЭБС, что в ЭБС приходит, что уходит. Ну, приходят тысячи изданий, уходят, ну, там, я сейчас не могу сказать, по какой-то организации смотрел недавно, по большому достаточно вузу. Вот. У нас суммарный уход составил, типа, за два года, там, 80 изданий, да, пришло что-то порядка 7 тысяч. Ну, конечно, все это методический контент. Ага, опять погромче. Хорошо. Вот. Но на эту цифру, в принципе, можно ориентироваться. Но дальше я немножечко к этому вопросу вернусь, расскажу, а пока еще чуть-чуть покручу звук. Вот. Хорошо. Ну, еще раз. Быстренько закрепим действия с книгами внутри дисциплины. Можно разметить, можно перенести в другую дисциплину, можно продублировать в другую дисциплину, ну, и от ненужных книг можно отказаться. Это можно делать поштучно, а можно массово через галочки. Давайте следовать дальше. Еще раз повторюсь. Если какого-то контента в дисциплине нам не хватает, мы его достаточно просто можем найти. У нас есть такая вот переключалка в любой, ну, она активна в любой момент работы. И, ну, собственно, она называется поиск. Вот. Это быстрый поиск, который ищет издание прямо в этой зоне, по всему фонду ЭБС, который, ну, собственно, доступен. Поиск происходит по названию, по автору или по СБН. Ну, или по сочетанию этих параметров, но лучше, честно говоря, искать раздельно, чтобы был более краткий список, чтобы вам было проще. Когда мы находим нужное издание, мы также его отмечаем галочками и через действие добавляем в нужную дисциплину. Дальше я бы хотел немножечко рассказать о как сервис книгообеспеченности у нас интегрирован со всеми рабочими зонами. Ну, рабочих зон очень много. Громко я сказал со всеми. Со всеми рубрикаторами, ну и со всеми вещами, где контент как-то в ЭБС фигурирует. То есть добавлять издание в книгообеспеченность мы можем, используя несколько методов. В первую очередь, это через все каталоги, рубрикаторы. Каталог УГС, ББК, предметный указатель. Если ваша организация подключена, использует издательские коллекции, то, соответственно, из списка контента издательских коллекций также можно поштучно или массово добавлять книги в книгообеспеченность. Естественно, можно пользоваться расширенным поиском ЭБС. Можно использовать зону профильные блоки, о ней я тоже чуть позже расскажу. Естественно, можно добавлять через страницу книги, когда вы почитали, полистали и поняли, что это издание вам подходит для определенной дисциплины. Ну и из новой зоны обновления контента. Опять же, я тут все-таки немножечко упираю на то, что используйте массовые операции, это удобно, и чуть позже я покажу. Ну давайте теперь поподробнее о каждом методе, чтобы мы не заблудились, чтобы мы в любой момент знали, как с этим работать. В новом каталоге, я надеюсь, все используют новый каталог, потому что он мне, конечно, нравится намного больше, чем то, что у нас было до этого. В новом каталоге у нас один из первых рубрикаторов, это рубрикатор индексов ВБК. Почему? Ну потому что главные люди в ВБС, это, конечно, библиотекари, да, и по индексам они ориентируются очень легко. В каждом из рубрикаторов используется набор фильтров, вот, и поэтому в достаточно небольшое количество действий мы можем получить весь нужный контент. Ну, например, в каталоге ВБК мы используя там, допустим, здесь можно написать индекс, или текстовое название уровня, у нас подгружается необходимый раздел контента, и дальше мы можем воспользоваться фильтрами. Обычно, ну, кто как, да? Ну, как я себе представляю, работая с библиографами, мы пришли к тому, что на самом деле быстрее всего из рубрикатора ВБК через индекс мы находим тему, через фильтр по типу издания мы получаем нужные типы, да, здесь в примере учебник, например, уровень образования можно уточнить при необходимости, и дальше мы, ну, вот здесь вот я немножечко загородил, прошу прощения, но это у нас год, и фильтруемся по году издания. Все мы понимаем, что актуальность контента прям вещь очень важная. Мы нашли выборку, также можем уточнить, допустим, какой-то поисковой фразой, и здесь, конечно, важно переключиться в строчный вид. Да, у меня тоже на скрине пометилось, здесь есть такая переключалка такого вида, это строчный вид. После этого нам доступны массовые операции. Мы отмечаем галочки все, что нам необходимо, и через «Выберите действия» добавляем книжку в книгообеспеченность, указав, куда именно нам нужно ее поместить. Подтверждаем, и книга уже размещается в сервисе книгообеспеченности. Да, давайте идем дальше. И здесь такой небольшой, ну, небольшая фишка, наверное, да, над которой мы достаточно серьезно работаем, и которая в будущем нам должна очень помочь. Вот как раз поговорим сейчас о каталоге УГС. То есть здесь достаточно большая структура, да, опирающаяся на ГОСТ и на статистику использования сервисов наших, ну, нашими вузовыми подписчиками. Ну, честно говоря, не подписчиками, мы анализируем всех, до кого можем добраться, чтобы как можно более полную информацию вам передать. Здесь аналогичная механика. Мы переходим в каталог УГС, и, в принципе, через быструю поисковую строку можем найти направление, которое нам нужно. Здесь есть достаточно, я сейчас точно не скажу, но порядка 17 тысяч дисциплин, которые так или иначе наполнены контентом с нужными типами издания. И, собственно, это, по факту, готовые дисциплины, из которых вам нужно просто выбрать издания и добавить их в книгообеспеченность. Опять же, я все-таки, там, не знаю, в 500-й, наверное, раз предлагаю пользоваться фильтрами, и это значительно облегчает нашу жизнь. Фильтры по умолчанию открыты. Мы, опять же, переходим в нужный, там, допустим, в нужное направление, указываем тип издания требуемый. Здесь есть еще фильтр по дисциплинам. Как раз вот эти дисциплины, они уже содержат, ну, я бы не сказал, что чистовики, но очень хорошую предварительную подборку контента, который вам может пригодиться для дисциплин, ну, вообще для обслуживания РПД. Соответственно, мы уточняем, а по какой конкретной дисциплине нам нужен контент. Опять же, здесь укажем год, а здесь вот мы можем поискать по издательству, и, в общем, оперируя этими фильтрами, мы получаем достаточно точную подборку. А дальше механизм действий у нас, ну, традиционный, да, мы отмечаем нужные издания галочками, и через массовые операции добавляем их в нужные там места, сюда, 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 куда хотите. Вот. Здесь этот каталог, рубрикатор, он продолжает у нас развиваться, да, и, ну, чисто для себя я выделяю это как одно из ключевых направлений, ну, это вот такой большой шаг к тому, чтобы нашим клиентам вам, ну, стало проще с нами работать, чтобы в минимум там кликов получить максимум результата. Поэтому, наверное, при наполнении сервиса книгообеспеченностями требуемыми изданиями, я бы рекомендовал связку, это вот каталог УГС со всеми фильтрами, там, по всем атрибутам и дисциплинам, плюс передача через массовые операции в сервис книгообеспеченности. Так, и давайте посмотрим, что у нас есть еще интересного. Ну, если рассматривать подписку, да, наших организаций, ну, наверное, я не могу сказать, что все, да, но динамика показывает все, что все больше клиентов пользуются издательскими коллекциями, да, там, российских издательств, ну, и не только российских, чтобы, ну, комплектовать свои файлы РПД. Поэтому, не файлы, извиняюсь, ну, свои программы дисциплин. Вот, поэтому аналогичным образом работает каталог. Если у вас подключены издательские коллекции, вы можете, опять же, там находить требуемые коллекции, опять же, пользуясь фильтрами, искать среди них контент и также коллекционные издания добавлять в книгообеспеченность. А механика-то у нас точно такая же, как и везде. Ну, и вообще мы пытаемся приводить, ну, все операции всех требуемых рабочих зон, ну, что касается контента, к одной механике, ну, просто потому что, если вы научились один раз, то в любой рабочей зоне вы будете чувствовать себя комфортно и там минимальное количество кликов делать свои операции. Вот, тут отдельно что-то дальше рассказывать не буду, потому что механика-то опять такая же. И еще одна интересная история – это профильные блоки. Вот, я как бы понимаю, да, что, ну, я их делал, я понимаю, что это такое, да, но, надеюсь, объясню понятно. То есть, если мы говорим о классическом понимании дисциплин, то там нужно два учебника, два пособия, как бы и все. Но по ряду дисциплин, особенно по гуманитарным, да, и если мы там берем что-то связанное с историей, там, допустим, теологией, да, или там языкознанием, то закрытие таких дисциплин не ограничивается добавлением там учебников актуальных. Зачастую нам нужны там вплоть до художественной литературы, вот, или каких-то научных трудов, ну, и много всяких изданий дополнительных, да, которые идут в дополнительную литературу, а может быть даже и в прочие. И для этих нужд мы собрали так называемые профильные блоки. Это широкие подборки по темам, по темам, которые включают в себя издания разных типов. И учебные, и научные, и там выпускные работы студентов, и художественную литературу, справочную. Ну, то есть, если мы говорим, что это направление каталоги УГС, то там будут там актуальные учебные издания методические. Если мы говорим, что это профильный блок, то там помимо тех же самых методических изданий будет куча тематического контента разных типов. И, соответственно, опять же, ну, слава богу, здесь теперь фильтры все видны. Используя наши фильтры, там быструю навигацию, мы можем значительно там расширить поиск и, собственно, добавить вот для таких сложных дисциплин контент. Ну, давайте еще раз быстренько пробежим. То, что мы не видели. Для библиотекарей вот здесь индексы ББК работают, фильтрации, уровень образования, о чем мы говорили, поиск по издательству, как всегда среди всех доступных издательств ВБС, ну и год от. То есть, мы ищем издательство там не позднее такого-то года. Применили фильтры, ну и опять же там поставили галочки, и массовыми операциями добавляем все в книгообеспеченность. Ну, если кого-то этот функционал, что ли, или рубрикатор заинтересовал, вы в новом каталоге посмотрите. Вкладка называется «Сервисы» в основном меню. Вот там эти профильные блоки как раз и лежат. Ну, на мой взгляд, штука полезная, интересная, особенно для более такого широкого, скажем так, использования контента, не только методического. Вот, и еще на самом деле мы как бы продолжаем работать, ну и уже много сделано по расширенному поиску. Я не уверен, что здесь видно, да, потому что полей достаточно много. Расширенный поиск ВБС теперь умеет искать, ну, я не знаю, по всему, наверное, умеет искать, разве что там не по фазам Луны контент. Вот, и опять же, операции в массовом поиске в том числе нужны для того, чтобы передавать книги в книгообеспеченность. Мы теперь можем искать и по, там, ключевым словам, по соответствию названия книги. Отдельно можем искать по автору, но здесь нужно уточнить, что в поиске по автору используется поиск и по редактору, и по составителю, и по переводчику, и, в общем, по всем причастным к изданию лицам. Опять же, здесь у нас есть поиск по ББК, поиск по УГС, тип издания. Ну, вот мы видим, что можно выбирать множественные поля. Например, покажи мне все книги, там, по почвоведению, по бакалавриату, да еще и по магистратуре. А еще уточним это, допустим, таким-то названием, да, география почвы в данном примере. Вот, также можно уточнить уровнем образования, издательством, годом издания. Но если вам этого мало, мы можем открыть еще и дополнительные параметры. Вот, я знаю, что для некоторых наших подписчиков, допустим, было важно, чтобы мы сохранили жанры. Да, вот, соответственно, открываем дополнительные условия поиска. Там есть и жанры, вот, и там прочие атрибутика. Здесь еще, наверное, чуть-чуть отклонюсь от темы. Уточню, что иногда нужна даже периодика. Вот, соответственно, раньше у нас периодика была тоже в дополнительных параметрах. Ищи мне книги, да, ищи мне там журналы, например, или периодические издания. Но теперь периодика также вынесена в отдельный тип издания. То есть, находясь в зоне поиска, мы по факту можем закрывать все нужды для поиска контента. Ну, и я вот, допустим, в своей работе, когда мне что-то нужно там смоделировать, подобрать, я, честно говоря, по каталогу-то вхожу все реже, да, пользуюсь этим поиском. Ну, а когда мы нашли все необходимое, мы аналогичным образом отмечаем галочками и через массовые действия передаем все в книгообеспеченность. Ну, тут обратите внимание, что когда мы, скажем так, уже подписчики, активно пользуемся ЭБС, то, конечно, нам лучше искать для книгообеспеченности с галочкой «Доступные». Мы вот здесь вот отмечаем и показываем, посмотрим те издания, которые у нас на период подписки будут доступны. Вот. Я надеюсь, что поиском вы все-таки уже пользуетесь или будете пользоваться более активно, потому что вот этот вот набор множественных фильтров, которые еще между собой пересекаются, они прям выдают четенькие, хорошенькие подборки контента. И, ну, мне нравится, да, есть еще над чем работать, но в целом мне уже нравится. Давайте потихонечку двигаться дальше. Ну, естественно, мы как бы там говорим все массово, там галочками нажал, посмотрел, добавил, и хорошо. Но зачастую нам необходимо, собственно, с изданием ознакомиться. Поэтому мы можем перейти на страницу книги, там ознакомиться с содержанием, почитать аннотацию, да, или сделать, открыть читалку, посмотреть качество книги, текст книги, внутри книги еще пробежаться поиском, найти нужные пассажи, главы там и так далее, чтобы удостовериться, что да, действительно, эта книга там закрывает мои нужды для такой же, для, там, такой-то дисциплины. Вот. После того, как мы удостоверились, что все нормально, книжка мне подходит, вот, я могу эту книгу, ну, и вы все можете эту книгу, опять же, добавить в книгу обеспеченность через кнопочку «Выберите действия». А механика там, в принципе, такая же. Всплывет окошко, в котором мы выберем дисциплину, в которую нужно эту книжку положить. И теперь давайте двигаться немножечко дальше. Вот. Одной из, ну, на мой взгляд, ну, не самых важных, да, но одной из ключевых зон, которую мы сейчас доработали, опубликовали, является зона обновления контента. Она, опять же, доступна у нас для, скажем так, для нестудентов, не для студентов, для людей, которые в рамках организации или вуза работают с контентом. Эта зона показывает, а какие новые издания, там, доступные, или которых появились, но вы на них еще не подписаны, появились в БС за определенный период времени. Ну, например, так, да, и эта зона у нас также лежит в разделе сервисы в главном меню. Здесь у нас все работает достаточно просто. То есть фильтры, как вы, наверное, уже привыкли из моих картинок, они достаточно похожи. Ну, здесь добавляется такая зона период. Ну, мы можем посмотреть там что-нибудь, там, с марта по апрель, например, такого-то года, а покажи, что нового есть в БС. Сейчас устанавливаем даты, настраиваем фильтры и нажимаем кнопочку «Применить». Мы получаем подборку литературы, которая у нас вот теперь новая пришла к вам в подписку. Ну, а дальше все достаточно просто. Мы, опять же, выбираем нужное издание галочками и добавляем через массовые операции. Или можем нажать на кнопку, там, перейти опять на книжку, почитать, ознакомиться и уже отсюда добавить в книгообеспеченность необходимые издания. То есть у нас сохраняется сейчас и старая зона обновлений. Ну, честно говоря, она мне не очень нравится, потому что она, по факту, предлагает огромные списки, да, потому что движение фонда ИБС там за год, как я уже говорил, это тысячи изданий, и сориентироваться в них тяжело. Так вот, для того, чтобы вам было проще ориентироваться, эта зона разработана, и я надеюсь, она будет полезна. Так, вроде больше на звук никто не жалуется, и это меня радует. Давайте потихонечку двигаться дальше. Да, но несмотря на то, что все как бы достаточно мобильно, просто и замечательно, да, есть, ну, по обратной связи много замечаний. И, ну, меня доводилось не только туда сидеть за компьютером с программистами, да, еще общаться с клиентами вживую. Вот, поэтому регулярно мы получаем просьбы, замечания, да, но я их слышу примерно так, да, пусть дисциплины наполняются сами, да, ну, нормальное желание, есть дисциплины, пусть они наполняются сами. Не хочу проверять контент, тоже как бы все понятно. Хочу добавить и, ну, откровенно говоря, не париться, да, хочу добавить книжки, чтобы они там у меня всегда были. Вот. Не хочу пользоваться поиском, да, он большой, страшный, вообще непонятный, и времени нет у меня, и, как бы, вот так. Это все ясно. Вот. И мы понимаем, что явление такое, как книгообеспеченность, да, то есть, если мы говорим о электронной библиотеке, то это все-таки штучка немножко такая локальная, да, мы работаем со своим контентом, и зачастую мы не знаем, как обеспечены контентом студенты в стенах вуза. Ну, то есть, мы не понимаем, сколько там печатных изданий, в каком они состоянии, вот. Это все-таки, сейчас вот по статистике, скажем так, все крупные вузы эту информацию держат у себя, да, и не отдают ее там нам. Ну, в принципе, мы, как бы, и не настаиваем на самом деле. Вот. Вижу вопрос, пришел в конце, отвечу, спасибо. И поэтому, собственно, задача-то простая, забрать то, что у нас есть, и, собственно, уже в своих, в своем внутреннем сервисе книгообеспеченности с этим делом разобраться, да, или в EOS забрать. В общем, вот так. Так, и есть еще на самом деле сегмент небольших вузов, которые там по определенным причинам, ну, может быть, есть какие-то ограничения там по программистам, там еще по каким-то техническим штукам. Книгообеспеченность там на своей платформе вести не могут. Ну, там, допустим, вуз, который небольшой, профильный, маленький, какой-нибудь региональный. Вот. Такие вузы чаще пользуются внешними решениями, как наши. Вот. И зачастую, ну, мы же понимаем, что не все вузы, особенно крупные, являются подписчиками одной EBS. Ну, это как бы нормально. То есть, что крупная организация, крупный вуз подписан на разные EBS, чтобы получать разные там кластеры контента. У кого-то одно хорошо, у кого-то другое хорошо. И в целом получается даже очень и неплохо. Вот. Все эти моменты мы понимаем, и теперь я немножечко расскажу, как мы их будем решать, собственно, ну, в ближайшей перспективе. Вот. Я, значит, прям пальцы крестиком держу, и очень надеюсь, что после Нового года, там, январь-февраль, мы начнем потихонечку подключать клиентов наших по заявке, скорее всего, к новому сервису, который, ну, пока носит название управления дисциплинами. Чем он принципиально отличается? Принципиально отличается он от текущих решений тем, что, ну, во-первых, все дисциплины, которые мы там предлагаем, они уже наполнены. Это раз. Два. Есть автоматическое наполнение на основе, скажем так, наших внутренних алгоритмов, на основе анализа РПД, ну, всех подписчиков, да и не подписчиков, да, то есть мы там тысячами собираем эти файлы, изучаем, обрабатываем. Мы планируем также, ну, на самом деле уже готово, да, только осталось отдать импорт из Абис, то есть вы предлагаете списки, мы среди них ищем, что у нас есть, и самое интересное, это расшифровка ваших файлов РПД. То есть мы по факту сейчас работаем над комплексным решением, и которое может читать ваши файлики, может принимать импорты из Абис, распознавать это все и предлагать вам вполне конкретные решения. Ну и давайте немножечко такого коротко еще раз закреплю, расскажу и немножечко приглашу к сотрудничеству. Вот, то есть в новом сервисе управления дисциплинами мы обеспечим предварительное и автоматическое наполнение всех имеющихся дисциплин, также автоматическое наполнение, ну, мы будем предлагать контент для новой дисциплины, даже если в нашем каталоге ее нет. Ну, на основе там простого семантического анализа, там УГС, аналогов, анализа похожих дисциплин, жизнь станет проще. Опять же мы будем импортировать данные из Абис и понимать, какие книжки у нас есть. Для ненайденных книг мы решаемся, предложить аналоги, замены. Интересный еще момент, вот я вижу вопрос пришел, как раз касается доступности изданий. Мы строим сервис, с одной стороны, технически таким образом и организационно, чтобы обслуживать дисциплины в нашей Абис, приходилось бы, наверное, не чаще одного раза в год. То есть по ряду издательств мы перезаключаем договоры, таким образом, чтобы книжка добавленная, допустим, книга обеспеченность у нас не уходила до окончания подписки. С другой стороны, технически мы обеспечиваем доступность этого хозяйства таким образом, что только перед пролонгацией за месяц или за два вам приходят уведомления о тех книгах или о тех дисциплинах, с которыми на будущий период вам нужно будет поработать. Опять же, как я уже говорил, мы сейчас, ну, такое слово, да, может быть, не всем понятное, разработали и готовимся показать вам парсер РПД. Это такой инструмент, когда вы загружаете там свои файлы в текстовом формате, можно сканы, картинки, мы распознаем ваши файлики и предлагаем, и говорим, что вот эта книга есть, этой книги нет, но есть замены, а вот эта никогда не будет. Что вполне как бы демократично, удобно и должно сократить ваше время, ну и, собственно, автоматизировать процессы. Вот, а также, ой, пардон, пардон, убежал. Вот, а также мы столкнулись, вот когда я в последний раз с клиентами встречался, и там ГОСТа читал, допустим, АБИСы изучал. Я понимаю, что на текущий момент не хватает атрибуции, и это мы тоже будем исправлять. Дисциплина должна быть там атрибутирована не только относительно там уровня образования, направления, да, и каких-то штук. Она должна быть привязана и конкретной учебной группе, к курсу, к кафедре, к преподавателю. Ну, и на самом деле есть еще ряд атрибутов, которые необходимы. Все эти вещи мы тоже учитываем, и в новом сервисе я думаю, что, ну не думаю, я уверен, что атрибутика будет избыточная, и это очень поможет в навигации и в передаче контента, например, студентам. Ну, привязали к рабочей, к учебной группе, отредактировали, отдали ссылочку, и все студенты имеют прям фокусную подборочку. Вот. Ну и, соответственно, мы работаем над системой оповещений, когда у нас... Да, вижу, вижу, хорошо. Вижу вопросы, отлично. И мы разрабатываем систему оповещений, которая заранее будет говорить, что требуется вмешательство. Причем я как бы настаиваю, наверное, на том, чтобы дисциплины у нас стали именными. Чтобы у нас был обязательно преподаватель или ответственное лицо, закрепленное за конкретной дисциплиной. Чтобы мы адрес на этому человеку могли направлять уведомления. Ну и, наверное, это будет обязательным условием. Хотите создавать дисциплину, обозначите себя. Ну, то есть, если ваша учетная запись безымянная, сделайте ее именной. Тогда все будет работать. Еще раз немножечко скажу, что у нас есть уже пара вузов, которые с этой более развернутой, скажем так, по обновлениями презентации общался. У нас есть люди, организации, которые готовы прямо на первых парах приступить к тестированию, дать обратную связь. Ну и я думаю, что мы будем анонсировать и по заявке подключать к новому сервису клиентов, кому это необходимо при полной поддержке информационной, технической, как вы хотите. Для того, чтобы этот сервис сделать быстрее, лучше, выше, сильнее. И, наверное, на текущий момент по тому, что было и по тому, что будет, я, конечно, могу дольше рассказывать, но не хотелось бы все карты выкладывать. Это все. А теперь я готов ответить на вопросы. И вижу вот один вопрос. Сейчас дайте мне пару, одну минутку. Я вчитаюсь, чтобы нормально ответить. Так, аккредитация в 2021 году. Та-та-та. Так. Да, смотрите. Вопрос состоит в том, что, да, когда мы наполняем сейчас дисциплины, готовимся к аккредитации сейчас, аккредитация, например, через год. Будут ли доступны эти издания? Ну и вообще, что с ними делать? Я в новом сервисе, ну и вообще в новых условиях, независимо от того, старой и новой книгообеспеченностью вы будете пользоваться, сейчас мы выстраиваем работу о том, таким образом, что нужно ориентироваться на срок подписки. Ну, то есть, если вы добавили издание в книгообеспеченность и понимаете, что на момент аккредитации ваша компания будет еще пользоваться нашими услугами, да, или, допустим, в следующем периоде вы будете пользоваться нашими услугами, то эти книги будут вам доступны. Вот, если мы видим, что там действительно год стоит там 20-й, но до конца 20-й, так, давайте я простой пример приведу. Вот, если вы сейчас видите, я прямо вот тут нарисую. Вот у нас, допустим, заканчивается 20-й год. Вот, а вот здесь у вас, ну, это 20-й, а вот у нас тут 21-й. Вот, если где-то вот здесь у вас планируется аккредитация, ну, вот не получилось у меня красиво написать, то, добавляя книгу в этом периоде, в этот момент, мы понимаем, что здесь она все-таки будет доступна, потому что в этот момент вы все еще остаетесь нашим подписчиком. Если вот в этот период времени вы как бы с нами, вы, подписчик, и добавляете книги сейчас, ориентируясь на дату доступности, то книга будет вам доступна. Если, ну, даже, я не знаю, понятно я объясняю или нет, давайте еще раз попробую другим образом. Если вы видите дату окончания и добавляете книгу себе в книгообеспеченность до даты окончания, то на следующий период она вам доступна. Опять же, решается это и технически, и административно. Мы сейчас с договорами, с создательствами очень серьезно над этим работаем. Вот, это, так, хороший вопрос, еще один пришел. Вот, я думаю, что вопрос, ну, полностью исключить уход контента нельзя, но заблаговременное уведомление мы прорабатываем, и проработали уже практически, и, я думаю, что проблем с тем, что внезапно что-то стало недоступно, этого не будет. Надеюсь, я хоть как-то ответил, там более детально могу там лично рассказать, если необходимо, или поддержка наша может ответить. Так, давайте я еще раз прочитаю один вопрос. Да, хороший вопрос, там автопролонгация, ну, если вам это понятно, да, можно ввести это в каких-то уведомлениях, или вот на весь срок авторского права, хорошая штука, я, конечно, не юрист по авторскому праву, есть такой момент, ни в России, ни на Западе мы не можем стопроцентно гарантировать доступность по, там, по всему периоду авторского права, да, если мы говорим, там, допустим, что правообладателем является тот же самый автор, да, вот он как индивидуальный, скажем так, держатель права, ничего не может удержать его от того, чтобы в какой-то момент изъять книги. Что у издательства, что у нас, конечно, это очень редкие случаи, но к этому надо относиться, я думаю, нормально, потому что, ну, допустим, автор, если он является еще и правообладателем, книгу может, конечно, отозвать, забрать, и с этим, ну, наше, да и вообще там европейское законодательство ничего не может поделать. Поэтому вот именно настройка такая на весь срок авторского права, она, наверное, будет неправильной, и если мы начнем такие штуки писать, то рано или поздно мы вас обманем, я бы этого не хотел. Поэтому это, скорее всего, нет, а по вопросам там автопролонгации, да, и какой-то, скажем так, определенный, ну, гарантии на срок подписки, это да. Об этих вещах, спасибо, кстати, большое за этот вопрос. Вот эту прозрачность в новом сервисе я постараюсь обеспечить. Если есть еще вопросы, давайте, задавайте, буду отвечать с удовольствием. Да, Павел Юрьевич так интересную штуку написал. Ну, авторы бывают разные, да, есть живые, а есть нет. И получается, что если автор живой, да, то его ничего... Ну, а у него еще бывают наследники, да, и никто не может ему запретить книгу забрать из общественного использования. Вот. Да, всем спасибо. Классные были вопросы, и вы все молодцы, нас было много. Павел Юрьевич, подключайтесь, пожалуйста. Спасибо.